Портретный иллюстратор Итак, давайте начинать. Я сразу убираю все лишнее. Начинаю с нюдовых маркеров, поэтому нюды у меня здесь. И первое, с чего мы начинаем, то, что я уже сейчас сделала, это вертикальная ось. В любой симметричной работе, в симметричном ракурсе, нам нужно прочертить вертикальную ось. Так, у меня тут небольшая шпаргалочка сразу. Итак, с чего мы начинаем? В любом случае, мы начинаем с анализа портрета. То есть, я даже рано немножечко его запрятала. Смотрите, я смотрю на лицо и примерно пытаюсь поймать его пропорции, просто даже визуально, либо посредством измерения. Самая главная пропорция, которую я могу померить, это общая ширина лица к высоте лица. И получаю равное расстояние с расстоянием от подбородка до бровей. Это раз. Это нам знать важно, и это нам очень здорово поможет в дальнейшей работе. Это первое. Дальше, как только мы поймали вот этот квадрат, в котором мы будем, собственно, уже развивать наш портрет, мы можем померить, сколько у нас расстояния между глазами относительно общей ширины. Я беру карандашиком такую засечку и начинаю промерять. Раз, два, три, ну, где-то четыре, может быть, четыре с хвостиком. Тоже. Так, это все мы просто сейчас берем на заметку. Дальше давайте посмотрим, что у нас с правилом третьей, когда у нас от линии роста волос до бровей, от бровей до носа и от носа до подбородка, три равных отрезка. Работает ли это здесь? И забегая вперед, я вам могу сказать, что это здесь не очень работает. Видите, насколько мы выскакиваем за пределы бровей? Посмотрим, есть ли нос, брови, брови, брови линии роста волос. Да, вот эти два отрезка, они равны, но момент уже третьего отрезка, он намного больше. Так, немного вооружившись этими знаниями, можно сказать, этим пониманием, да, этим пониманием лица, мы с вами начинаем. И первым делом я фиксирую вот эти две линии. Это то пространство, в котором я буду работать, плюс волосы сверху, немножечко объем дорастим. Так, и мы проводим абсолютно легкий овал, который вас ни к чему не обязывает. Мы просто попытаемся сейчас найти вот этот момент. Так, и теперь давайте посмотрим. Я хочу, единственное, что здесь нужно, конечно, одну линию какую-нибудь выбрать, я хочу померить вот это расстояние, мою общую ширину, и проверить с общей высотой. Получается, вот здесь у меня должны быть брови. Может быть, чуть-чуть пониже. Так, здесь, соответственно, у меня линия роста волос. Дальше, как только мы нашли брови, то есть, помните, здесь должен быть квадрат. Этот отрезок равен этому отрезку. После этого мы находим пространство между глазами, то есть, область переносицы. И здесь я примерно прямо от линии бровей могу идти. Итак, мы можем прямо от бровей провести несколько перпендикуляров. Мы говорили о том, что расстояние между глазами помещается в общей ширине 4 раза. И я проверяю, так ли это в моем рисунке. То есть, сейчас я просто сделала это расстояние на глаз. То, как я просто визуально это воспринимаю. И проверяю себя. Беру отрезок. Так, раз, два, три, четыре. Да, примерно получается, что так оно и есть. Раз, два. Да, получается, что это верный, плюс-минус. Верный отрезок. После этого мы уже нашли брови. И я могу абсолютно спокойно наметить пару бровей. Здесь у нас не совсем видны брови, да, за счет волос. Но приблизительно можем это сделать. Благодаря этому шагу мы с вами сразу понимаем расстояние между глазами. И нам остается определить, какое у нас расстояние от брови до уголка глаза. Это мы делаем, опять же, ориентируясь на свое визуальное восприятие. И давайте предположим, что уголки глаз у меня вот здесь. И я очень такими легкими линиями обозначу примерно, как это может выглядеть. То есть сейчас мы не думаем о красоте. Мы просто пытаемся найти места для наших будущих красивых глаз. Так, здесь сделали. Еще раз на всякий случай проверю. Так, да. И мы знаем, что у нас расстояние между глазами равно ширине самого глаза. Давайте проверим, так ли это у нашей модели. Расстояние между глаз чуть больше, чем сам глаз. Поэтому, да, я должна получить, я надеюсь, вам видно, вот здесь небольшой хвостик. То есть глазик у меня меньше. Вот так. Одна из основных ошибок в рисовании портрета, когда мы рисуем слишком большие глаза. Иногда это может быть уместно в стилизации, но в данном случае мы делаем так, как нужно. И сразу намечаю пару век. Веки достаточно активные. Так, наметили. Дальше мы с вами находим, где у нас находится основание носа. Мы говорили, что расстояние от подбородка до кончика носа должно быть больше, чем расстояние от кончика носа до вот этой нашей найденной линии. Так что, опять же, я делаю наугад и проверяю, насколько я попадаю в это расстояние. Вот смотрите. Вот здесь отрезок должен выскочить за границу вот этой линии. Значит, вот этот отрезок у нас больше. Давайте представим, что это именно так. И, соответственно, ширина носа равна расстоянию между глаз. В данном случае это правило действует. Так, наметили. Дальше. У нас с вами губы на очереди. И здесь нам важно понимать, что губы у нас достаточно короткие и достаточно высокие. И если я могу упростить как-то форму губ, то я ее могу спокойно упростить чуть ли не до круга, знаете, такого пухленького овала. Это нам пригодится. Расстояние от кончика носа, вернее, от основания носа до верхних уголков губ очень маленькое. Я его также на глаз фиксирую. И довольно резкими такими линиями намечаю, как у меня может идти вот этот угол. Угол довольно активный, поэтому не бойтесь его сделать прям таким порезче. Так, верхнюю часть губы примерно наметили. И теперь контур нижней губы. То есть здесь вы уже ориентируетесь, сколько у вас там места остается до края подбородка. То есть понятно, что мы сюда его не поместим и слишком высоко тоже уже не можем поместить. То есть здесь уже вам глаз тоже подскажет. Если глаз не подскажет, то в любом случае я за то, чтобы начать более интуитивно работу, не мерить все досконально. Но после вот этого этапа вы можете взять любой из отрезков, любой, хоть губы, и сравнить, сколько раз он поместится в общей высоте. Или сравнить, сколько раз он поместится в общей ширине. То есть здесь уже вы можете проверять, сколько вам хочется. Так, губы немножечко наметили. И теперь мы с вами после этого шага можем корректировать уже овал лица. Я обязательно оставляю ту ширину, которая для меня важна. И начинаю превращать лицо в такую очень легкую трапецию. Скругляюсь. Видите, лицо достаточно спокойно скругляется. Здесь нет ярко выраженных углов нижнечелюстной кости. Здесь мы можем прям расслабиться. И потихонечку его скруглить. И сразу дублирую то же самое справа. У нее очень интересный подбородок. Знаете, есть такой подбородок капелькой. Но здесь он как бы капелькой, вот с таким переходом. Очень характерным. Но эта капелька начинается далеко. То есть прям как-то вот так. Вы можете упростить эту форму и не рисовать вот ту самую капельку. Главное это отметить тень между нижней губой и началом подбородка. И можете уже сейчас такой легенькой штриховкой обозначить ямочку на подбородке. Так, и пока мы в этой области, я сразу прорисую губы. Поднимаю линию, опускаю и снова возвращаю в горизонталь. То есть, по сути, здесь может быть у нас горизонтальная линия, либо можете чуть-чуть вот отсюда приподнять. Очень резкие уголочки. Даже можно их еще ближе посадить, потому что они прям такие близко посаженные. Вот как-то так. Так, и мягко нижнюю губу. Так, с губами разобрались, с подбородком разобрались. Теперь давайте двигаться к носу. Носик я просто формирую парой вот таких линий, да? Назовем их скобочками. Так, есть. И я намечаю себе вот этот мостик центральный сразу. И немного намечаю границы ноздрей. Следите вот за этим наклоном. У нас ноздри не просто ровные, да? Они так здорово под углом идут. И кончиком, вернее, легкой линией карандаша намечаю кончик носа. Примерно здесь у нас будет спинка, но мы ее в карандаше прорисовывать не будем. Вывожу все в переносицу. Вот так. Можно даже наметить такой переход, где у нас, да? Плоскость переносицы переходит в плоскость уже спинки носа. И подсказка, что вот этот момент, он повыше, чем уголочки глаз. Немножечко выше. Ну вот, уже примерно становится похоже на настоящее лицо. Я вот сейчас немножечко сильнее на карандаш давлю, а вы, если что, потихонечку работайте, чтобы лишний раз бумагу не травмировать. Так, ну что, у нас вот такой рисунок есть. И самое время заняться глазами. Глаза здесь очень красивы. Я, конечно, взяла этот портрет из-за глаз, ну, из-за губ, конечно, но из-за глаз, потому что он очень красиво прикрыт. Следите, под каким углом начинается движение верхнего века, верхнего ресничного края, и как красиво глазик спускается вниз. Так, красиво опустился вниз, и теперь из внутреннего уголочка я веду линию, опять же, вниз. Здесь все очень хорошо видно. И немножко наверх. Главное задать красиво вот этот угол, да, вот это направление. Дальше. Да, и, кстати, оцените, насколько глаз узкий у нас в данном случае. Не рисуйте его слишком распахнутым. Можете проверить, опять же, ширину глаза к... Ой, простите, высоту глаза к ширине глаза и проверить эту пропорцию. Сразу намечу себе радужку. Можете таким легким штрихом обозначить линию нижнего века. Обратите внимание, что контур линии нашего верхнего века, он носит горизонтальный характер. То есть вот эта линия, она абсолютно горизонтальна. Потом идет снижение в сторону внутреннего уголочка. И здесь снижение в сторону внешнего уголочка. Аналогичные линии я простраиваю на нашем левом глазике. Но здесь мы можем чуть попроще к нему отнестись. Все-таки он у нас будет закрыт волосами. Поэтому буквально пару линий в контур. Намек на верхнее веко. И нас, конечно, интересует фрагмент радужки. Но это действительно лишь фрагмент. Вот так. Как можно проверить положение радужки? Вот мы с вами нарисовали на правом глазу положение. Смотрите, насколько радужка широкая и насколько у нас здесь мало белка. Вот обратите внимание, его действительно очень мало. И аналогично, когда начнете рисовать радужку на левом глазу, вы столько же расстояния сразу отложите в эту сторону. И у вас уже не будет возможности ошибиться. Так. Есть. И сам зрачок. Зрачок у нас немного уходит под реснички. Но сильно мы его туда заводить не будем, иначе она совсем томной у нас станет. Поэтому чуть-чуть не доводя до конца. Опущу сюда финальную ресничку. Теневую линию задам немножко. Так. Бровь смысла рисовать нет. Я думаю, вы понимаете почему. Потому что ее по сути не видно. Но каким-то легким контуром ее можно наметить. Вот так. Так. Дальше. Я для себя обозначу момент скулового выступа. И обратите внимание, что он не очень высоко. Да. Вот эта наша тень, она начинается уже ближе к основанию носа. Сразу с обеих сторон это намечаю. Так. Щербиночка между зубами, кстати. Чтобы она была не такая мраковая, скажем. Так. И теперь это бы, конечно, мне все нужно облегчить. Смягчить. Особенно все контуры для носа должны быть самыми светлыми. Потому что там довольно такие нежные отношения будут у нас, тоновые. Так. Есть. И второй зрачок, конечно. Намечаем. Можете даже ресничку тоже обозначить. Так. Ну что. Вроде бы такой этап довольно законченный. Дальше. Что мы делаем? Мы с вами. У нас уже найдена линия роста волос. Поэтому мы начинаем вести пряди волос. И здесь я просто наблюдаю, где у меня будет пересечение с глазом. Делаю себе вот здесь такую заметочку. И просто привожу эту линию сюда. То есть вы заранее определяете, куда эту линию поведете. Так. Следующая прядь. Да. Здесь отступ. И масса волос. В целом, мы не привязываемся к прическе настолько, чтобы рисовать каждую прядь. Но основные какие-то крупные пряди мы, конечно, покажем. Что-то лишнее, что может вас в будущем сбить с толку. Сразу убираем. Так. Теперь я намечу объем волос. И здесь, если вы сомневаетесь, можете сделать это, конечно, на глаз. Но если вы все-таки сомневаетесь, можете взять макушку, взять подбородок и разделить напополам. И, вероятнее всего, вы получите почти серединку. Так. От макушки до переносицы и от подбородка до переносицы. То есть мы констатируем то, что наша переносица должна стать центральной точкой для высоты от подбородка до макушки. Это для нас не сказать, чтобы принципиальный момент. Но можно на это опираться. Так. Все лишние линии сразу убираю, потому что это дает мне то настроение. Немножечко. Так. Здесь пришли. Теперь очень красивая прядь идет через бровь. Бровь, собственно, по брови, закрывая ее, пересекает переносицу и перекрывает уголок глаза. И потом мы уже все дальше это доводим. Так. Есть. Дальше прядь боковая. Прямо по контуру. И еще одна прядь, которая опускается к губам. Можете здесь сделать нарчито немного больший объем. Это будет вполне себе оправдано. Так. И здесь я просто приведу к такому эффекту пробора. Да? Чтобы нам как-то логично завершить вот этот узел. Здесь мы пробора не увидим. Потому что у нас так волосы уложены. И не очень объемные. Да? Просто вот примерно отсюда начинаем потихонечку вытаскивать все наши пряди. И, да, мы получаем то, что получаем. Что еще? Мы видим намек на ухо. И у нас мочка уха, если мы проведем перпендикуляр, вернее, простите, горизонтальную линию, то мы получим пересечение с губами вот в этом месте. Поэтому вот таким образом я нахожу сразу, где у меня будет ушко. Здесь его не видно. Почему? Потому что на самом деле у модели здесь ракурс. Она развернута. Конечно, не три четверти, но тем не менее, она не симметрично на нас смотрит. Плюс здесь есть наклон и ракурс в сторону. Да, она развернута. Поэтому мы рисуем с вами симметричную девушку. Поэтому ушко просто намечаем рядом. Так, дальше шея. Не делайте шею очень тоненькой. Посмотрите, в каком месте она пересекает наш овал. И примерно выводим. Здесь у нас будет пара направляющих для нашей будущей тени. И, конечно же, хвост. Так, когда у нас готов вот такой этап. Кстати, прошу прощения, вот здесь у нас еще пара волос. Но вы можете их не намечать, чтобы не перегружать наш карандаш на рисунок, а наметить уже маркером. Так, когда вот эта часть наша закончена, мы с вами убираем все лишние линии. Все слишком темные линии в том числе. И оставляем честенький, красивый, аккуратный рисунок. Итак, ребята, смотрите, что у меня получилось. Я немного навела порядок на своем столе. Привела все линии в порядок. Убрала все лишнее. И у меня пара слов для вас по поводу построения. И чтобы вам объяснить одну вещь, мне нужна линейка. Смотрите, если вы нарисовали вот наш финальный такой этап, и при этом у вас остается сомнение в том, что что-то может пойти не так, Вы берете вашу работу и ваш референс, кладете ровненько и смотрите вот на какие моменты. У нас между частями лица есть определенные углы. От уголка губ до уголка глаза. Да, вот он. От носика до внешнего уголка глаза. И вы просто берете, кладете линейку, либо карандашик, либо что угодно вот сюда и сюда. И смотрите. Эти линии должны быть параллельны. Если они не параллельны, например, она могла бы быть вот такой, ну, допустим. Это значит, что либо глаза слишком широкие, либо рот, губы слишком маленькие. То же самое вы с носом можете проверить. То есть эти углы должны совпадать. Потому что, в принципе, по пропорциям мы все вымерли. И не должно быть никаких таких неожиданностей. Но вдруг, да, знаете, что вы можете уже пользоваться и такими приемами в том числе. Итак, что мы получаем? Мы берем... Я беру свою клячку. Ей достаточно уже много времени, поэтому она немного замученная. И я убираю достаточно так хорошо карандаш с носа, с переносицы и верхнего века. Губы у нас контрастные, они могут остаться такими. И я хорошенечко убираю овал лица. И, соответственно, саму шею. У нас новый этап. Мы начинаем работать маркерами. И для этого... Так, линейку долой. Я выбрала несколько своих любимых, просто обожаемых, можно сказать, оттенков для кожи. Я сделала вот такую выкраску. Мы начнем от самых светлых и потихонечку будем продвигаться к самым насыщенным. Я сейчас беру маркер в оттенке BR64. Я работаю, особенно на первых этапах и в последнее время почти всегда долотом. И начинаю прорабатывать этим маркером по основным направлениям. Под волосами. Под волосами здесь. От переносицы вниз, да? По спинке носа. От переносицы в сторону. У нас здесь достаточно такая красивая тень. Здесь можно, собственно, закрыть полностью всю эту область. И от внешнего уголочка глаза наискосок в сторону контура. Маркер довольно светлый. Я надеюсь, вы видите все эти нюансы. На всякий случай вот так подчеркну. Вот в этом направлении мы уводим. Дальше я делаю пару мазков по нижнему веку. Полностью закрываю вот это пространство, да? Которое в дальнейшем мы будем делать еще темнее. Полностью закрываю пространство под кончиком носа. И даже можете еще пониже. И смотрите. Можно вот как сказать. На нашем первом этапе, когда мы работаем очень светлыми, не старайтесь как-то все очень аккуратно закрасить по контуру. Вот я работаю достаточно смело. Причем долотом, да? Чего многие не очень любят, я знаю. Но это смотрится все очень деликатно и естественно. А на более темных оттенках мы уже можем перейти на кисть. Так, я затемняю обязательно переносицу. Затемняю полностью, просто прохожусь по овалу лица. Тень под нижней губой. Немножечко от внешних уголков вверх. Если вы это сделали бы маркером чуть темнее, это были бы усы, да? Но в светлом маркере это смотрится просто прекрасно. Это дает тоновое окружение для губ, чтобы они у нас, знаете, такие яркие, не висели на пространстве белого листа. Немножечко даже, да, под губами будет не лишним сделать. Там, где у нас носогубная складочка, да, которой здесь по сути нет, но тень у нас присутствует, мы никогда ее не подчеркиваем, но опять же в этом цвете мы можем пройтись и задать, да, вот это направление. И под скуловую тень также обозначаем. И еще раз пройдусь по контуру носа. И разделю колбу носа, да, сам кончик, от спинки носа таким штрихом. И обязательно шея под подбородком. Вот такая легкая-легкая подложка. Уши не забудьте сразу увести в тон. Иногда, кстати, я даже все это дальше продолжаю волосы. Но сейчас остановимся вот на этом. Следующий наш шаг. Так, смотрите. Я беру розоватый. Я очень люблю оттенок R114 пастельный розовый. В последнее время, честно говоря, я совсем не люблю такие глухие бежевые. Люблю такие более розоватые оттенки. И здесь, смотрите, вы можете работать как кистью, да, и сразу уходим в работу над контуром лица. Но также вы можете продолжать работать долотом. Это прекрасная возможность потренировать свою руку. И, в принципе, долотом смотрится рисунок более, ну, назовем это скетчевым, да, более легко, более смело. Опять же, обязательно волосы. Но здесь задача такова. У нас нет, как бы, намерения перекрыть предыдущий слой. Это уже добавочный такой шаг. Мы в более темных участках проходимся. Обязательно уголочки губ. Так, референс. Я всегда подкладываю пару листиков. Во-первых, чтобы бумага не просвечивала, и чтобы было помягче работать. Так, и обязательно иду в пространство под глазами. Те самые мешочки. Очень люблю их рисовать. Так, мешочки сделали. Иногда, не закрывая другой колпачок, я перехожу на более деликатную работу и закрываю веко справа, вернее, слева и справа, и оставляю только в центре свет. Ну, можете и на второй глазик тоже это сделать, но хотя в любом случае мы его закроем. И вот почему мы полностью исключили карандаш из спинки носа, потому что носик у нас вот такой легкий, светлый. Да, здесь такие очень мягкие отношения. Под бровью. И вот здесь очень важно. Не бойтесь. Ну, слово обводка не очень, да, звучит. Но дать обводку для наших красных губ. Ну, потому что это, по сути, не обводка, да, все-таки. Это чуть-чуть другое. И опять же, беру долото и по щечкам прохожусь. Подбородок обязательно увожу. Причем, обратите внимание, что вам не обязательно держаться от контура вверх или от контура вниз. Вы можете пройтись прямо по линии и вы кладете тень и на подбородок, и на шею. Дальше. Обозначаем боковые плоскости шеи. И на этом, да, персиковых, таких розовых, пока что достаточно. Убираем. И теперь настало время еще одного моего очень любимого оттенка. Это V62 Tango Pink. Это вот такой глухой, очень спокойный сиреневый, который очень красиво смотрится в тенях. И сейчас вы убедитесь в этом. Посмотрите, какой он красивый. Ложится настолько нежным тинтом и настолько хорошо сочетается с предыдущими оттенками, что я уже давно не могу без него обходиться. Обязательно заходим в пространство у переносицы. обязательно в район носика под нижнюю губу. И так, это уже можно убрать. И смотрим по скульптуре лица, где у нас есть какие-то более активные тени. Конечно, это вот здесь, да, под скуловое пространство, опять же. И я беру такой коротенькой линией, фиксирую. У меня здесь не браш. Если у вас есть браш, то здорово, это можно уже делать кистью. Можно делать и вот таким образом. Так. Но можно всегда перейти на пулю и какие-то более тоненькие линии решить уже ей. Честно, я это редко делаю. Так. Еще чуть-чуть. Вот здесь, в принципе, можно полностью все это взять и перекрыть. Вот так. И обязательно под прядью тень. Не бойтесь перекрывать глаза на этом этапе. Глаз в тени. Там не будет белого. Там не будет каких-то ярких бликов. Прорабатываю тень за крыльями носа. Не на крыльях носа, а за ними. И тени над нашими ноздрями. Галочка над верхней губой. И пару таких легких линий. Я бы еще вот сюда дополнительно добавила. Тут можно не бояться. У нее губки пухлые, поэтому лишним не будет. Под контуром можно добавить. И добавляйте прямо вот сюда пару таких смелых линий. Это все высохнет и станет чуть-чуть светлее. Смотрим, где не хватает еще этого оттенка. Возможно, наверное, под подбородком я бы уши полностью увела в тон, чтобы они стали чуть подальше. Ну, а дальше можно смотреть по обстоятельствам. Я люблю его добавлять вот в эту тень, которая у нас наискосок, о которой мы уже говорили. Давайте сразу продублирую в ту сторону. Так, и пока, вот если наступает момент, когда вы не знаете, куда его еще добавить, значит, самое время остановиться. Единственное, что я добавлю, это тень на переносице. И прям не бойтесь, да, она должна быть такой классной, насыщенной. Следующий шаг. Вот сейчас, получается, мы поработали всеми тремя самыми светлыми для нашей базы. Если у вас есть нежно-нежно-розовый, то вы берите его, и это как дополнительный такой момент. У меня есть цвет, который называется Cotton Candy, и это очень светлый цвет. Надеюсь, его и сейчас видно. И им я беру и немножечко прохожусь по щечкам. Если у вас его нет, то задумайтесь о его покупке, потому что он очень красивый. Но конкретно в этой работе это не принципиально. И просто пропускайте смело этот шаг. Я его люблю вот сюда в носик добавлять. Иногда я люблю его добавлять в переход формы из спинки в кончик носа. можно в подбородок пару штрихов дать. Но в целом, в целом это не принципиально. Все, его я убираю. И теперь у меня следующий оттенок. Он называется Lace оттенок R83. Ребята, это потрясающий цвет. И если вы любите портреты, он у вас прям должен быть. Это мое убеждение. И я продолжаю насыщать такие тоновые отношения и беру и добавляю около переносицы такой мазочек. Здесь это же станет такой основой тенью для волос. Когда я их нарисую. И кстати, вот хороший этап, чтобы волосы тоже не повисли в пространстве, обязательно затемняем под ними. То есть даем тень. можно даже пару таких прядей. У нас есть какая-то такая розовинка красивая в волосах, и почему бы и нет. Так, вот здесь пожалуй тоже перекрою сразу. И может быть, может быть, это даже все. Лучше не доделать, чем переделать, правда? Вот здесь только прядь волос, я о ней немножечко забыла, поэтому сделаю для нее такой подготовительный штрих. Так, все отлично, двигаемся дальше, и следующий оттенок у нас R83, и он называется Dusky Rose. Так, R83, да, такой достаточно пыльный, спокойный. И его я уже добавляю непосредственно в века. Опять же помним, что мы никакой такой контурности не добавляем, и это такие акценты, но не обводка. глазки, еще раз под бровь, вот здесь, конечно, можно, да, прям такой цельной линии обозначить глаз, видите, как хорошо он тоже в эту нашу гамму встает, тень под волосами этот же оттенок, ну, ладно, с волосами мы еще дополнительно обсудим, а пока немножечко таких контрастов. Что касается носа, то мы этот оттенок можем положить либо прямо в самом низу, вот здесь, либо очень осторожно, даже, наверное, с одной стороны по крылу носа, но абсолютно точно не больше, хорошо? Пускай будет так. Ноздри мы тоже делаем именно этим цветом, потому что наша задача решить нос максимально легко и светло по одной простой причине. если мы сделаем очень активный носик, то он очень быстро превратится в такой пятачок, поэтому ничего черного и темно-коричневого будет достаточно такой светлой проработки. Я добавлю пару контрастных линий в уголки и пока наверное его отложу либо последний шаг давайте пару линий введем в скуловые вернее даже в подскуловое пространство в контур. Все. Пока что это то, что у нас есть. Пока оставляем и я хочу взять сейчас серый оттенок. У меня это не серый даже а арктический голубой BG82. И я беру и достаточно свободно закрываю белок глаза частично, да? Особенно в данном случае. И прохожусь по радужке. и соответственно второй наш глазик тоже самое. Сразу этот же оттенок пойдет в зубы и в щербиночку. Вот. И она у нас сразу такой стала более живой что ли, да? С глазами. Около уголочка и около внешнего уголочка прям можете такой вот точечкой завершить. Так. Дальше. Теперь губы. Для губ у меня оттенок, который называется Кремсон R41. И это самый такой контрастный сейчас будет шаг за всю нашу работу. Здесь ребята надо сосредоточиться, сесть аккуратненько. Видите, я даже разворачиваю лист, чтобы мне было комфортнее. И просто аккуратно делаю заливку. Очень осторожно. Мы никуда не торопимся. так. Особенно вот здесь на самых хвостиках. Так. Верхняя губа готова. Нижняя губа. Вот здесь смотрите, с чего я начинаю. я беру и провожу верхнюю линию вот таким образом. Потом делаю небольшой отступ вот здесь. И дальше я вот так все закрываю, но оставляю вот этот боковой блик. И точно так же я делаю с моей правой стороной. Отступ. Этот блик может быть больше или меньше, не важно. Главное его оставить. Так. Чуть-чуть вылезла я, но это не страшно. Вертет лист, конечно, не очень хорошо, но что же нам остается, когда такое дело ответственное. Так. Все белые просветы закрываем и обязательно даем цвету немножечко высохнуть, впитаться, что угодно. Этот же цвет ввожу в уголок глаза. Пока у меня здесь все впитывается и пусть устоится, кстати, один из бликов можно сделать чуть меньше, либо этот, либо тот, просто чтобы они не были такими одинаковыми плашечками белыми. теперь мы берем с вами оттенок для волос. И у меня так, этот цвет BR53 от Mill. Надеюсь, я правильно его назвала. И самое главное для волос это не работать коротенькими штрихами на этом этапе, а, например, вы берете и тянете длинный штрих, да, при этом я работаю боковой частью маркера, боковой частью кисточки. Насколько хватает вашей руки, настолько вы и этот мазочек и формируете. Тут уже забегаем на лицо. Можно по бровям пару мазков дать. мазков мазков вот в такой схеме. вы не довели до конца здесь, то лучше вести от конца навстречу. Таким образом, двигаясь навстречу друг другу, мазочки образуют более активный момент на своих концах и более светлый момент в центре. Мы получаем на волосах блик. вот таким образом я сейчас прохожусь по всем волосам. Где-то не бойтесь сделать такую прям заливку-заливку. А где-то, конечно, бережем светлые оттенки. Не оттенки, вернее, а светлую часть бумаги, чтобы у нас какие-то остались все-таки блики на лице. так, и хвост. Тоже все линии очень смелые и длинные. Как только появится такой вот штрих, это не тот эффект для нас даст. Так, и после этого я беру оттенок, который мы использовали для кожи, который Dusky Rose, и уже им продолжаю работу и добавляю более контрастные пряди. Вот, он очень здорово смотрится для такой она вроде бы не рыженькая, но у нас очень теплый такой закатный колорит. все кончики пряди могут быть чуть-чуть темнее. И уже этим оттенком можно работать более коротенькими мазочками, но ни в коем случае не в середине пряди. Либо от корней идут эти короткие мазки, либо от кончика, но никак не вот здесь. И вот он здорово так разбавляет. Дальний контур лучше темный наверное не класть. и немножечко опять же в хвост. Волосы мы могли бы решить чуть более эскизно и сосредоточиться больше на глазах например, то есть на портрете. Ну сейчас посмотрим. Для этого же этапа нам понадобится еще один оттенок у меня это О60 такой медный и я его добавлю в передние пряди которые ближе ко мне а те которые подальше останутся более светлыми он еще более контрастный и очень красиво смотрится вот видите я двигаюсь от кончиков вверх либо могу двигаться сверху по направлению кончика и вот бывает получается не совсем такой фотогеничный мазок его можно просто смягчить там у основания где мы его начали так и здесь уже прямо от вас зависит насколько вы хотите делать волосы темными можно здесь уже добавлять каких-то более длинных прядей основное на этом этапе мы не торопимся то есть вы быстренько не прорабатываете все эти абстрактные направления для волос сделали прядочку анализируйте нужно ли еще может быть и не нужно может быть нужно уже остановиться так и какие-то части волос можно прям совсем потемнее сделать особенно там где у нас изгиб так и давайте тронем немножечко вот эти наши пряди передние так ребята у меня произошла маленькая авария с камерой я немножечко убежала вперед а она перестала записывать но сейчас мы с вами это дело восполним мы остановились на вот этих прядях и следующее что я сделала это взяла оттенок Dusky Rose которым мы начинали делать более контрастные линии для наших волос и я им прямо рядом с моими рыжими прошлась и таким образом смягчила контрасты на волосах это очень здорово всегда смотрится и этим же цветом я добавила пару прядей и в мою боковую часть но здесь уже немножечко более спокойно и легко здесь можно немного поконтрастней работать и чуть-чуть в брови еще добавлю просто такие легкие спокойные диагональные мазочки которые в итоге превращаются в единое целое у нас так следующий шаг который был пропущен я взяла оттенок blush R92 и добавила его в контур почему вот такой красный потому что здесь у нас такой легкий персиковый а здесь активный рыжий чтобы их уравновесить я немного добавила в обводку красноватых буквально в подскуловое пространство и буквально 2-3 штриха внизу обязательно подбородочек тоже мы делаем так и губы самые важные губы я взяла оттенок бургунди ой простите это я говорила что это может быть оттенок бургунди любой винный любой бордовый и у меня это R100 если я не ошибаюсь и я беру от уголков по направлению к центру и от этого уголочка по направлению к центру арочку вот эту нашей верхней губы ставлю галочку вот здесь темную но при этом довольно легкую и немного вот здесь в контур но при этом ни один из штрихов он не соединяется в жесткую обводку это ключевой момент для нас и делаю легкое касание по верхней губе легкое касание по нижней губе и у нас моментально появляется объем не обязательно делать минимальную текстуру но можно буквально пару таких диагональных ой простите дугообразных мазочков все-таки добавить это как раз то что было пропущено и следующий шаг мы начинаем работать с нашими глазами у меня есть оттенок B54 Sky я беру и спокойно заполняю именно боковые части радужки то есть я не обвожу ее не закрашиваю у меня при этом мой тот серо-голубой остается он сквозит кое-где и финально делаю такой маленький штрих над слизистой и здесь следующий шаг это более темный B51 Summer Blue и им я добавляю вот таким легким очень движением пару контрастных и после этого перехожу к зрачку а зрачок я хочу сделать таким темно-серым у меня это семерка так раз почему серым во-первых не всегда красиво выглядит когда у нас просто глухо закрашенный черный элемент в работе и сейчас мы в этом убедимся так я предлагаю добавить еще серые тени в глазное яблоко по по линии ресниц и только после этого я добавляю черный видите и у нас уже я не закрываю полностью серый этот черный может оказаться как будто чуть-чуть внутри и серый может при этом немного проглядывать и в целом эффект более живой так реснички опять же важный момент мы не делаем черную стрелку от и до такими отрезочками опять же работаем так и реснички с этой стороны так ну вот уже вырисовывается кое-что и снова вернемся к нашему серому и добавим очень аккуратненько контур для радужки можно им же контур глаза который у нас скрыт прядью волос так и я честно говоря люблю реснички делать именно серым цветом так они более деликатно выглядят и если вы хотите затемнить вы уже затемняете лишь некоторые из них но не все и чуть-чуть нижнее так добавили и если есть желающие сделать потемнее вы делаете потемнее не лишь некоторые либо можно так сделать хвостик оставить серым а основание сделать темным кстати если что можно даже и контур радужки сделать контрастнее ну ну по сути может быть так что наш глаз уже готов и в принципе да у нашей работы довольно цельный вид я вернусь немного к оттенку блаж чтобы подчеркнуть мочки ушей и сейчас возьму снова мой бордовый и начну добавлять его в волосы посмотрите как он здорово ложится таким образом мы соединяем все наши оттенки и они становятся более гармоничными здесь тоже осторожненько работаем главное вовремя остановиться немного длинных мазочков вот да здесь чтобы не перетемнить тоже остановимся я очень люблю вот таким бордовым немножечко насыщать в тональности обводку и предлагаю нам сделать сейчас вот здесь именно этим цветом пару финальных контрастных штрихов для нашего глаза так и очень важный момент чуть-чуть над ресничками я продублирую линию ресниц и у нас ресничный край сразу становится более объемным немножечко не хватает все-таки на носу базового цвета я немножечко по бокам прохожусь долотом и снова вот в том самом месте чтобы у нас блик стал более такой активный а дальше вы можете пройтись по вашим же линиям вернее по вашим же мазочкам если вы хотите сделать более такую активную тоновую проработку вот сейчас хорошо видно что второй слой он насыщает лицо обязательно ямочка на подбородке это очень важно для нашей модели немного затемняю контуры затемняю уголочки единственное что сейчас высохнет ямочка на подбородке и ее нужно будет сделать чуть более темной для этого подойдет может быть пастельный розовый вот так чтобы она все-таки была видна и один из финальных шагов это немножечко сделать более глубокие тени у переносицы и чуть-чуть фона для переносицы это может быть тот же самый рози браун вернее доски роуз да доски роз это оттенок R82 я немножко им вот здесь и особенно здесь там где у нас активная тень добавлю и вот сюда и у нас сразу появляется более такой интересный свет вот здесь у него рисунок все-таки немножко у внешних уголков и у внутренних я вернусь к 114 оттенку мы им также носик вот здесь когда впервые работали со спинкой добавлю тень и можно вот сюда над складкой верхнего века добавить тень вернее не тень а такой полутон и чуть-чуть подчеркну кончик люблю честно говоря какую-то дробность добавить особенно когда есть возможность с волосами поиграть вот здесь у нас волосинка будет мы ее выделим потом так ну здесь уже все и так хорошо и нам остается доделать фон для фона у меня оттенок light ivy br33 и мне нужно буквально несколько мазков мазочки делаю довольно резко и все они дублируют форму того места рядом с которым я их провожу вот этого будет вполне достаточно так дальше наш шаг для глаз это белая гелевая ручка я чуть-чуть вот здесь ломаю контур между белком глаза и радужкой и так глазик он становится более блестящим и у нас блик на нижней губе и один из финальных таких так заново и один из завершающих наших шагов это пара мазочков белым пастельным карандашом мой любимый от дервент на восковой основе и я прохожусь и там где должен быть максимальный свет на волосах вот прям по всем прядям и видно как карандаш очень деликатно и красиво смягчает все контрастные переходы как раз вот здесь на вот этой дорожке при желании вы можете всегда еще добавить пару мест но в целом достаточно будет даже вот этой области и так на этом мы закончили с вами работу я надеюсь вам было интересно прессовать этот час вместе со мной у нас была очень интересная модель и с точки зрения фактуры внешности и с точки зрения какого-то колорита и у вас получилось и вы прочувствовали как можно закомпоновать и нежные персиковые и холодные и какие-то более горячие даже винные так что да надеюсь вам была интересна эта задача что у вас все получилось и я желаю вам красивых красивых портретов и конечно же успехов в вашем творчестве все всем пока пока Продолжение следует...